Саляму алейкум. Как отличить от ташаббу уподобление от бытового обычая? На примере разрешения украшений в Рамадан и запрета адвент календаря. Что касается украшений, украшения используются повсеместно по поводу и без. Если говорить про поводы, то поводов украсить дом, веранду, балкон, себя, огромное количество. Рождение ребенка. Акэха. Одно из разновидностей празднования, но не единственное. Свадьба. Айша давала надевать другим девушкам, идущим на свадьбу, особое платье. Получение иджазы. Окончание вуза. Опять же, акэха. Сунна предшественников. Но это не значит, что тот, кого почуют, не одевался в особую праздничную одежду и так далее. Список можно продолжить любыми причинными праздниками, которые в исламе можно праздновать. Единожды. Не циклично. Каждый год, каждый месяц и так далее. Что касается цикличных праздников, то они делятся на недозволенные и, соответственно, дозволенные. Что касается недозволенных, то таких по всему миру куча праздников, и во время них как-то украшается дом, работа, садики, школы и так далее. Дарятся цветы. И это идет в привязку больше к традициям и естественному желанию этот момент выделить из будничных дней. Но сюда могут входить и религиозные праздники. Но суть именно в том, что и нерелигиозные тоже украшаются. Просто каждый в своей тематике. Что касается разрешенных праздников в исламе, пятница, льджума, аидал-фатр, аидал-адха, то известно, что пророк, салаллаху алисалям, установил определенные обряды сунны, такие как одевать чистые и самые красивые одежды, делать подарки. Тагаду, тахаббу, дарите подарки, вы полюбите друг друга, о чем более детально в следующем видео. Думаю, вы поняли, что в целом украшение не связано с определенной традицией, так как Аллах оставил это дело дозволенным, не запретил прямым текстом, на усмотрение людей. К поклонению само украшение домов не имеет никакого отношения, если это не касается адвент календаря, как пример. То это действия отдельной конкретной категории людей, именно религиозного характера, связаны с ширком и имеющие свои идентификационные действия и отличия. И если вы будете делать это действие, вы становитесь внешне чем-то единым, по крайней мере, с данной затеей. Это и есть уподобление. А ислам смотрит в суть, а не на название. Назовите спиртное соком, оно соком не станет и будет продолжать быть запретным. То же самое про покрашивание яиц. Это не просто обычаи большинства людей на земле, как, например, радость тому, что пришел Рамадан, и я хочу украсить дом. Это определенный религиозный обряд. Поэтому красить яйца, как мне написали в комментариях, мусульманам просто недопустимо. Чтобы стало еще понятнее, приведем примеры из одежды. Пророк продолжал носить обычные арабские халаты, сируаль, абея, чалма, которые носили многобожники и не создал специальную исламскую униформу, но при этом запретил уподобление. Так в чем тогда это выражается? А выражается она в той же системе, которую я упомянула вам выше. Если эту одежду носят верующие и неверующие, в бытовом порядке, без привязки к религиозной практике, то это обычная бытовая одежда, пусть это будут одни и те же джинсы, к примеру. Но если это ряса папа, шапка еврея с пейсами или без, одеяние монашек, не любое совпадение, а именно дресс-код, кашая буддистов, сари индусов и так далее, то это уже уподобление. Кстати, здесь дизайнером одежд вдохновляться этими вещами нельзя. Если остались вопросы, жду их в комментариях. Это видео мега важное, даже если вам кажется, что это не так, все равно поставьте лайк и сделайте репост для продвижения. Баракалова Фекунна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok